Откладывать нельзя. На территории 21-й школы начались работы по планировке территория. Проблема выявилась еще летом, во время одного из рейдов Вадима Лысанова по городским школам. Вода с крыши скапливалась у фундаментов, разрушая и их, и фасады зданий. А учитывая, что именно здесь планируется разместить коррекционную школу, принимать меры требовалось незамедлительно. Началась планомерная работа по подготовке данного здания к тому, что в дальнейшем мы будем получать лицензию для обучения детей данной категории. Средства на работы по планировке территории в бюджете не были заложены. На помощь пришло социальное партнерство. Компания «Уралнефтесервис» перечислила 500 тысяч рублей в рамках договора социально-экономического развития. Глава города отмечает, что средства нужно потратить с умом, чтобы потом не пришлось переделывать. Я бы вообще от этих двух зданий лишнюю землю убрал, сделал лотком, а посредине сделал нормальную хорошую дорогу. Сделал бы оба уклона от этих зданий, чтобы у нас вода уходила по дороге, а ее окуветил немного. Тут, потому что ведь воды не будет такой много, что ее размоют, да, и она бы вытекала там на улицу тихонько. А то у нас получается, я говорю, здесь уклон сюда немного, там с краю снова уклон под школу, там непонятно, куда он идет этот уклон, там косогор. Просто нормальную планировку сделать. С таянием снега здание вновь может ощутить на себе испытание водой. Поэтому сейчас важно предусмотреть все, в том числе и правильное расположение желоба под крышей. Когда крыша более плоская, снег идет тихонько. Вы вовремя не успели убрать по весне, он сам поедет под своим весом. Он едет тихонько, и он выдвигается там по метру с лишним, да, и он начинает загибаться, да. И вот этот желоб, если его близко сделать, его этим снегом просто у вас оторвет. Подготовка прилегающей территории – это лишь первый этап масштабной реконструкции. Впереди еще большой фронт работ. Конкретно у той стены, у которой самые крупные работы проводились, там находится у нас спортивный зал, который уже в 2021 году также будет ремонтироваться. Мы стали победителями конкурсного отбора и будем ремонтировать данный спортивный зал с привлечением средств краевого бюджета. Уже составлен дальнейший локальный расчет по всему зданию. Изменятся и внутренние обустройства, и фасад, и мастерские. Здание должно быть полностью готово к приему детей одновременно с возведением в микрорайоне новой школы.